Добрый день! Я Сергей Шитов, лектор и искусствовед Государственного музейно-выставочного центра Росфото. Сегодня мы продолжаем беседу о нашем совместном проекте с Хабаровским музеем имени Градекова, который посвящен фотографии времен Гражданской войны на Дальнем Востоке. В прошлый раз мы говорили о фотографии, сделанной американскими военными фотографами, а сегодня поговорим о японской фотографии того же периода. На нашем сайте вы можете увидеть изображения, которые сделаны японскими военнослужащими в период военных событий в городе Хабаровска в 1920 году. Интересно, что данные изображения сделаны не специальными военными корреспондентами, а просто обычными офицерами, которые умели пользоваться фотоаппаратами и делали снимки для себя. В отличие от промышленного технологического подхода американцев к фотографии, у японцев это было скорее такое камерное личное искусство для использования в кругу друзей. Это скорее продолжение традиции военной аристократии, создавать небольшие зарисовки, альбомы на военную тематику. Данные фотографии интересны для изучения. В отличие от фотографий, сделанных американскими военнослужащими, на японских фотографиях мы видим реальные боевые действия, они не постановочные. Именно офицеры, участвующие в реальных событиях, фотографировали сам ход сражений. Хотя эти сражения были не ожесточенные, не очень кровопролитные, но тем не менее сделаны эти фотографии в реальном бою. Это их существенная отличительная особенность. Эти фотографии интересны и с исторической точки зрения. На них мы можем увидеть, как выглядели японские военнослужащие, увидеть отдельные виды вооружения. Но для нас сегодня будет интересно узнать происхождение всей этой серии фотографий, которые представлены Гродниковским музеем. Данные фотографии были собраны одним из офицеров японской армии в единый рукописный альбом, который содержал некое повествование, которое называлось «Воспоминания о боях в Хабаровске». Рукописный альбом является отдельным, очень интересным артефактом, о котором мы сегодня и поговорим. Фотографии были собраны на большом панно, приблизительно полтора на полтора метра величиной, с подписями и комментариями автора к этим изображениям. Данное панно мы можем условно назвать раскладной рукописной книгой. По крайней мере так мы называли это панно с ее владельцем Алексеем Колесниковым, сотрудником Гродниковского музея, который любезно и предоставил нам это изображение для экспонирования. Условность названия данного произведения связана с тем, что в нем соединились черты разных видов японского искусства. Рукописные книги, настенные литографию киоя и манго. Черты японской книги прослеживаются прежде всего в происхождении данной вещи. Она принадлежала непосредственному участнику вторжения на Дальний Восток, который командовал одним из армейских подразделений в Хабаровске. Важно, что ее собственноручно изготовил сам владелец. Долгое время в Японии вся литература переписывалась от руки и главным образом представителями аристократии, которой принадлежала и большая часть офицерства. Поэтому изготовление данного альбома можно отнести именно к традиции создания рукописных книг. Книга, представленная в нашем проекте, относится к разновидности складывающихся книг. Такой тип переплета называется орехон. Для орехона характерно то, что складывающееся изображение прорезается аккуратно посередине, и его можно сложить в небольшую книгу с возможностью перелистывания страниц. Однако наше изображение такой прорезанной частью не отличается. И здесь мы как раз и видим смешение различных подходов к складной рукописной книге или к складному рукописному изображению, которое и является необычным для данной вещи. Складные книги не содержали в себе большого количества иллюстраций. Однако уже с XVIII века в Японии существовало такое направление в изобразительном искусстве, как укиёэ, то есть образы изменчивого мира. А в рамках данного направления создавались большие настенные иллюстрации различных жанров. И вот представленный нами альбом по своим размерам соответствует именно такому произведению. По содержанию он включает несколько жанров укиёэ. Это изображение знаменитых мест, посмертные картины и изображение знаменитых самураев. Данная работа совмещает в себе синкретичным образом различные течения в японском традиционном искусстве. Традиционно японские книги включали в себя буддийские сутры с изображениями и текстом только на одной стороне. Как мы видим, для нашего изображения как раз характерна такая особенность. Кстати говоря, дух буддизма как нельзя лучше соответствовал основным принципам воинского духа Бусидо. С проповедью культа долга, презрения к мирским благам и неустрашимости перед лицом невзгод и смерти. Разглядывая изображения, которые вошли в данную рукописную книгу, мы увидим связь с самурайским кодексом жизни и служения. Возвращаясь к тому, как исполнена данная книга, мы должны увидеть, что в ней существуют три основных колонки, в которых расположены фотографии. Как я уже говорил, книга называется «Воспоминания о боях в Хабаровске». Жанр воспоминаний характерен тем, что в нем автор может идти к какому-то своему эмоциональному восприятию событий. Он не рассказывает точную, четкую историю, а следует порыву своей души, иногда придаваясь каким-то внезапным воспоминаниям. Такого рода книги мы знаем по самой знаменитой, например, записке у изголовья. Данная книга, она по существу, конечно, она в миниатюре, это, как я уже говорил, помесь и литографии книги, в таком маленьком формате является тоже таким воспоминанием. Прежде всего мы видим образ Хабаровска. Первая часть называется «Город Хабаровск». Здесь представлена мирная жизнь города. По существу автор размышляет о том, что существовал город, в нем жили люди, и рассматривает его, помещает эти фотографии в самую заглавную часть повествования. Следующее изображение, следующий ряд после Хабаровска, это кадр с изображением начала боевых действий. В мирную жизнь входит война. Мы видим расчет орудия в ходе обстрела Хабаровска. Но удивительно, что рядом с этой фотографией возникает изображение партизана Кочнева, командира тунгусского отряда. Возникает вопрос, почему автор помещает это изображение сразу же после первых сообщений о начале войны. Дело в том, что для японца, для аристократа-цамурая важно показать своего врага, с кем идет борьба. И Кочнев, эта фотография, выбрана, я думаю, автором книги, потому что это очень явно сильный враг. Он изображен бравым воином с саблей на поясе. Выглядит он браво. И действительно, для японца это важно, что он сражается с сильным врагом. Следующие кадры – это изображения, говорящие о войне и о силе оружия. То есть видны дымы, следы разрывов. Сильное оружие побеждает сильного врага. И рядом возникает изображение захваченного броневого автомобиля. Для японцев, по всей вероятности, для автора бронированная техника ассоциируется с самым сильным оружием. И воевать самым сильным оружием, и захватывать самое сильное оружие – это большая доблесть для воина. Поэтому здесь такой большой акцент идет на бронированное вооружение. Потому что автор посвящает даже целый раздел, называет его бронепоезда. После того, как он показывает, что японский бронеавтомобиль участвовал в боях, и показывает захваченный бронеавтомобиль красноармейцев, даже с красным знаменем на башне, после чего идет перечисление сильного японского оружия, которое противостояло сильному оружию врага. И здесь мы видим фотографию японского бронепоезда, захваченного красноармейского бронепоезда. И дальше мы видим группу японских военнослужащих железнодорожного батальона на станции Хабаровск у взорванного вагона с боеприпасами. Здесь мы видим воинов, которые, преодолев все трудности, вышли победителями. Интересно, что смысловой переход от одной части повествования к другому происходит не в конце, не внизу страницы, а далее уже в середине рукописной книги. Для нашего восприятия это центр повествования, это должно быть какое-то заглавное место, однако это смена двух разделов. И здесь мы видим военнослужащих у взорванного вагона, и здесь мы видим продолжение, как бы завершение этой мысли о том, как японские солдаты победили сильного врага. Далее же идет уже повествование иное. Здесь речь идет о том, что враг унижен, разбит, и мы видим следы воздействия воинов японских на своего врага. Этот раздел называется «Следы артиллерийского обстрела». Здесь мы видим вид внутренних помещений кадетского корпуса, часть фасада кадетского корпуса, здание доходного дома Архипова, взорванный эшелон на станции Хабаровск, сожженный японцами боеприпасы и военные имущества 36-го советского полка. Японцы сжигают советские винтовки. В этой линии появляется отдельная фотография, которую можно назвать «Страдания друзей» и «Страдания японских солдат», где мы видим фотографию «Японские санитары и раненые солдаты на площади Свободы». Но рядом есть изображение, которое говорит об отмщении за эти страдания. Где мы видим фотографию, русские военнопленные хоронят погибших в бою со служивцев и погибшие в бою за железнодорожную станцию солдаты и матросы. Эти два изображения, они как бы ставят точку, и здесь возникает понимание у читающего о том, что победа на стороне японцев. Следующий раздел повествует о погибших боевых друзьях. То есть после рассказа о войне и о победе, победе, закончившейся уничтожением врага, вспоминают товарищей погибших. Это, как я уже говорил, один из жанров цветной литографии японской и важный момент в буддийском кодексе самурая. Человек должен чтить память погибших друзей боевых. Интересно, что за этими фотографиями следует изображение двух мостов через Амур и через Уссури. Интересно, что этот мост через Уссури автор поместил случайно, потом исправил, что это не через Амур, а через Уссури мост. Но для него было важно именно показать мосты, потому как души погибших друзей уходят в иной мир. Эти изображения мостов уже символически показывают путь перехода воина в другой мир и его путь к перерождению в новой жизни. Интересно, что река Амур у японцев называется река Черного дракона. Вместе с тем император в Японии ассоциируется с драконом. Желтый император, превратившись в черного дракона, улетает и переходит в мир загробный. В этой части книги как раз и говорится о переходе, осуществляемом войнами, преданными императору, по пути легендарного предка. В следующей части книги мы видим фотографии, посвященные религиозным обрядам поминовения павших воинов. Здесь буддийский священник Хабаровского храма рядом с урнами, с пеплом погибших солдат. И урны с прахом погибших солдат отдельно тоже изображены. Для автора важно показать, что после перехода поддерживается связь с душами умерших. И, соответственно, вот эти религиозные ритуалы, они в данном случае важны. И мы видим, что это именно буддийский священник совершает эти обряды, что важно, потому как для воина, для самурая именно буддистское представление о неизбежности смерти и пути воина, ведущего к этой смерти, наиболее характерны и важны. А завершающая часть книги – это день боевого знамени, так называется эта часть, празднично украшенные казармы и солдаты, которые исполняют роли в театральной постановке. Здесь важно, что буддийское, такое философское, религиозное начало разбавляется, и мы видим, что в противовес строгому буддийскому канону возникает художественный, более близкий к такому традиционному культу природы японскому, театральная постановка, в которой участвуют солдаты. Казармы празднично украшены, и при этом солдаты переодеты в разные костюмы, в том числе женские костюмы. То есть там идет постановка, она не только связана с самим боевым знаменем, но просто является таким праздничным продолжением этого торжественного дня. Данная книга, она, как мы уже говорили, является таким жанром воспоминаний, сделана в жанре воспоминаний. Поэтому здесь может не прослеживаться какая-то очень четкая логика, а главное, что автор делает такие наброски для того, чтобы насладиться этими и страшными, и хорошими воспоминаниями, и сохранить их для себя, и поделиться ими с теми, кто может эту книгу посмотреть. Сам формат этой книги, как я уже говорил, он интересен, потому что это, с одной стороны, и рукописная книга, и литография у Киоэ. И в связи с этим возникает такой двойственный образ. То есть эту книгу, с одной стороны, можно легко переносить в сложенном виде, но с другой стороны, ее можно развернуть, и она станет частью интерьера. Ее можно будет просматривать совместно с друзьями. По форме же книга напоминает манго, иллюстрации с подписями, причудливые наброски, восходящие к хокусай манго. И, конечно, это очень сильная традиция, явно здесь тоже просматривается. Также важно, что бумага – это важный элемент традиционной культуры японской, и ее применяют, естественно, в различных областях. И данное произведение могло использоваться как альбом и как настенные изображения, которое в Японии иногда может быть и складным. По способу сгибания лист данного фотоальбома полностью соответствует одному из океоя художника Китао Сигемаса, которое можно было одновременно и удобно переносить и рассматривать в полном формате. Данное произведение сочетает в себе функции и книги, и интерьерного элемента из бумаги. Таким образом, мы видим, что данная книга, данное сложное произведение, дает совершенно особое, другое прочтение для фотографий, которые вы можете увидеть на сайте у нас в коллекции. Когда мы рассматриваем фотографии по одиночке, мы видим их как артефакты времени, где запечатлены какие-то особенности. Но, разглядывая их в данном альбоме, мы видим историю, для нас раскрывается такая типичная японская написанная, это авторская картина, авторское произведение, в чем его и большая ценность. Мы также представим в ближайшее время на нашем сайте и данный интерактивный проект, который вы сможете посмотреть в полном объеме, еще раз насладиться этими фотографиями. С вами был Сергей Шитов, увидимся, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok